Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, что хочется сказать. Во-первых, хочется сказать, что ситуация действительно запутанная, в том смысле, что довольно много фигурирующих лиц. Вот, и, соответственно, в таких ситуациях при множестве фигурирующих лиц и при довольно большом объеме текстов всегда возникают дополнительные вопросы, на которые не совсем понятно, как получить ответ. Потому что, ну, не факт, например, что вы, Александра, будете отвечать на эти вопросы, вот, а если будете, то где, как и так далее. Тем не менее, вы хотите получить совет по распутыванию ситуации, и вы пишите, что вам нужен отдельный совет. Так вот, психологи советов не дают. Это первое, что я могу сказать. Мы помогаем человеку разобраться в себе, но советов мы не даем. Я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые моменты, вот, которые мне показались довольно важными, и которые, как мне кажется, являются ключиком к пониманию того, каким образом у ваших родных, получается, вами манипулированы. Как suo очевидность. Вообще, вы производите впечатление человека такого довольно-таки жесткого. вы производите впечатление у человека довольно-таки деятельностного, вы производите впечатление у человека довольно сильного, вы производите впечатление у человека довольно рационального. Так вот, очень часто такие люди вызывают восхищение и, скажем так, ну, позитивные чувства у окружающих людей, Эти люди, они часто именно за счет того, как привыкли решать проблемы, да, оказываются бессильны перед некоторыми проявлениями человеческих черт, именно в силу того, что оказываются незнакомы со своими чувствами и незнакомы со своими переживаниями. Дело в том, что весь ваш текст это по сути факт, это по сути просто изложение фактов, в этом тексте нет ничего, ни про ваши чувства, ни про ваши переживания, ни про ваши эмоции и так далее. Обо всем этом косвенно мы узнаем лишь задним числом, к сожалению, и все это дает картину того, что у вас не развит эмоциональный интеллект. Именно эмоциональный интеллект, не интеллект классический. Поскольку речь идет о манипуляции и речь идет о тактике, условно говоря, против манипуляций, то рекомендация, точнее средства против манипуляций, здесь может быть только одно. Это возможно быть собой. Но вот как это быть собой? Умеете ли вы быть собой? Большой вопрос. На мой взгляд, нет. Итак, что вы пишете? Вы пишете, что вы были против таких условий и нашли однокомнатную квартиру. И переселили родителей отдельно. Моя мама стала слезно просить, чтобы ее сын пожил в моей студии, что он будет платить за коммуналку. Я пошла на это, и это вылилось в 5 месяцев за коммуналку, он не платил. Вот смотрите, вы пишете, я была против таких условий. И мы нашли квартиру однокомнатную. И тут же вы говорите, я пошла на это, и это вылилось в 5 месяцев неоплаты за коммуналку. Вот мне хочется вас спросить, что изменилось? Что такого у вас поменялось? Что вы вначале были против этих условий? А потом вы на эти условия, получается, пошли. Вот что изменилось. Дело в том, что если человек не хочет идти на какие-то условия, но его переубеждают, то да, в этом случае он оказывается как бы более чувствительным к негативным последствиям, к негативным проявлениям ну, этих решений, скажем так. Напротив. Если человек сам меняет свое решение, то есть, если человек сам понимает, что окей, он был ну, не прав, и что можно, можно поступить, ну, поступить по-другому, да, можно допустим, ну, допустим, можно поступить иначе, можно пойти на что-то, то человек как бы берет ответственность на себя за это и, пожалуй, не определяет в таком случае претензии другим людям за то, что он это решение сменил. у вас же вот этот вот этот вот этот переход не ясен вот понимаете ну, просто просто не ясен и вот это очень важный ключевой момент далее у меня есть ощущение, что вот вы пишете что помогаете своим родным, вы пишете, что много чего для них делаете но вот у меня есть такое такое чувство, что не все вещи, которые вы для них делаете вы делаете просто потому что вам этого хочется просто потому что ну, просто, например, из любви вот нет у меня такого такого чувства есть у меня ощущение, что вы это делаете из друга есть у меня ощущение, что вы это делаете из жалости есть у меня ощущение, что вы это делаете еще из какого-то чувства Вот. Ну, например, из, допустим, допустим, из чувства вины. Допустим. Вот. Понимаете, да? Вот. Очень важно увидеть, из какого чувства, из какого ощущения вы пытаетесь помогать вашим близким. Да? Вот как получается, что вы стараетесь это делать. Дальше. Вы пишите. Значит, подняла вопрос по поводу долгов. Меня посыпалась критика, меня обвинили, что я виноват, а не мой муж, у меня все отца, что я не мать и так далее. Значит, вы пишите, что вы решили сдать в студию и жить на расстоянии, чтобы они еще больше не загубили отношения между мной и моим мужем. А как? То есть, каким образом, каким образом родственники могут загубить ваши отношения с вашим мужем? У вас проблемы с мужем или что? Да? Дальше. Как вы отреагировали на критику? То есть, что это были за чувства? Об этом вы ничего не пишите. Вам было неприятно, вам... Вот. Вы пишите только, что я разочарована и расстроена от отношений своих близких ко мне. Ну вот, смотрите. Расстроенность – это нормально. Испытывать грусть – это нормально. Я бы не сказал, что от нее нужно бежать. Я бы сказал, что ее нужно проживать столько, сколько... Сколько ее есть. А вот, что касается разочарования, то разочарования все немножко сложнее. Дело в том, что, с одной стороны, разочарование свидетельствует о том, что вы сталкиваетесь с реальным миром. Да? И тем, какие люди на самом деле. С другой стороны, вы сталкиваетесь с тем, что у вас были определенные ожидания от людей, и они не оправдались. Они не оправдались. И вот, насколько вы реалистично, опять же, смотрите на своих близких – это вопрос. Вы пишите, не знаю, стоит ли вообще общаться с ними. А хочется ли? Если да, то как? Ну, говорите, они постоянно тянут с меня деньги, не давая закрыть свои собственные финансовые обязательства. А за счет чего у них получается это делать? Ведь это вы позволяете им тянуть. Вы даете деньги из какого-то чувства. Дальше. Я так понимаю, что им нужны только деньги. Ну, неизвестно, что им нужно. Тактику поведения выбрать, чтобы мной перестали манипулировать. А... Чтобы нами перестали манипулировать, вам нужно полагаться только на свои чувства. А не опираться на чувства других. Для того, чтобы вы смогли опираться на свои чувства, вам нужно их узнать. У меня нет ощущения, что вы их знаете. У меня есть ощущение, что вы реагируете только на свои сильные переживания, яркие переживания. Да. Но не более того. Я понимаю, что им нужны деньги, чтобы платить часть за дом, так как мой брат рассматривал этот вариант. Какая разница, кто что рассматривал? Я так понимаю, что им надо с кого-то оттянуть, кто стабильно зарабатывает. Они постоянно манипулируют. Мать написала о том, что она повернется мне на работу и рассказывает, что я виноват в смерти отца. Я все, кажется, у меня такие родственники. Вам больно. Вам больно. И... Эта ситуация, она в какой-то степени травматична. Хотя мне кажется, что дыма без огня не бывает. Мне кажется, что то, что происходит сейчас, можно было при определенном уровне внимательности предвосхитить, но это детали. Вы в шоке, вам больно. Только вот шоковое состояние является состоянием защитной реакции, когда человек убегает, избегает необходимости принимать решения. Необходимость брать ответственность. То есть, вам легче быть в шоке, чем признать, что вот ваши родные, они вот такие. Они не хорошие и не плохие. Они вот такие. И вам нужно реагировать так, как вам хочется реагировать. Да, у вас есть травма потери близкого человека, когда отец. Это тоже накладывается в качество травмы. И первое, что рекомендовало бы, это прожить свои собственные травмные чувства. То есть, просто уделить внимание себе и просто отреагировать все переживания, которые у вас есть. Сделать это лучше с психологом, конечно. А дальше потихоньку работать над личными границами, то есть разграничением себя и других. И учиться коммуницировать конструктивно. При этом не стремиться поменять своих близких, не стремиться их изменить. Вот. Как-то так. Вы спрашиваете, как быть? Как быть, чтобы что? Манипуляции не прекратятся. По крайней мере, пока вашим родственникам это выгодно и пока они надеются на то, что вы им что-то дадите. Да и не нужно вам никого менять. Вам достаточно просто больше опираться на себя. Вот именно на опоре на себя вас и сможет научить психолог. Но этому не научиться, читая или слушая ответы на вопрос. Это психотерапия. Сейчас я бы рекомендовал честно ответить себе на вопрос, что вы хотите для своих родных и чего вы не хотите. Сейчас я бы рекомендовал вам спросить себя, какие чувства у вас возникают, когда вы признаете себя в том, что вы чего-то не хотите. И постараться увидеть корни этих чувств, как они образуются и из чего они как бы появляются. И если есть возможность вслух проговорить это, что бы это ни было. Я повторюсь, самый лучший способ против манипуляции это возможность быть собой. Именно собой. То есть идти, не идти против себя. Но когда у вас такие перемены, что вы против условий, а потом вы на это идете. Я полагаю, что в этом и заключается функциональная проблематика. И повторюсь, очень много третьих лиц. Как будто бы вот эти все третьи лица, да, не вас окружают, они вас по сути под собой погребают и вы вообще себя не слышите и не видите. Тоже очень показательный момент, что большая часть текста про вас, это вообще-то текст про других. А самые важные моменты, касающиеся вас, которые, например, необходимы нам для того, чтобы с вами работать, вы не раскрываете. На этом все. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова